Эффект Особых Подошла пора Это сделать Вот следующий эфир в этом смысле Будет у нас с вами показательным Потому что Наступила пора вернуться к основным Положениям нашей программы К основным Мне кажется что вы немножко потеряли Вот за этими частностями Потеряли основное направление То направление По которому мы с вами должны Двигаться всегда Вот это вот Самое серьезное из всего что есть И мы начнем это с вами делать Со следующей передачи Пожалуйста приготовьтесь Потому что я знаю что очень многие Из наших телезрителей Они Как бы записывают Сценографируют наши передачи И уже так сказать целые тома Выросли Вот очень важно чтобы в этих томах Не было потеряно основное Ради чего Почему И зачем И главное что На что мы должны обращать внимание Всегда Вне зависимости от того Занимаемся ли мы с вами проблемами Опорно-двигательного аппарата Суставами Нашим позвоночником И так далее Или мы занимаемся с вами Состоянием легких Или занимаемся мы С вами сердечно-сосудистыми проблемами Пытаемся их решить Понимаете В любом случае Мы не должны с вами Забывать Вот об этих вот Основных вешках Которые стоят на этом пути Вот Такого рода программу Мы с вами начнем Буквально через неделю И скорее всего Так сказать Ну согласие я получил От Владимира Филипповича Гоновалова Доктора медицинских наук Профессора Который работает в институте биофизики Академии наук Он очень давно занимается Проблемами Водных структур Структуры воды Самой Качеством воды И у него есть удивительное Совершенно наблюдение И я просил Владимира Филипповича Принять участие в нашей программе Он свое принципиальное согласие дал Когда он будет Я заранее Так сказать Вам скажу Ну а сейчас я готов снова Отвечать на ваши вопросы Диски есть Телефон 727 12 90 Если кого-то это Интересует Пожалуйста Позвоните Сюда На Телеканал СГУ ТВ И вам Подробно Обо всем ответят Итак Вопросы Алло 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 Здравствуйте День добрый Анатолий Ефимович Да У меня такая Проблема вообще Я слушаю 13 лет назад У меня определили Мерцательную аритмию Да И уже два раза в больнице В 2005 году И в 2010 году Мне сделали инсульт Вот уже второй год Я сама восстанавливаюсь Так Как вас зовут Когда я поехала В областную больницу И спросила Врачей Говорю Откуда У меня Это вот Она говорит Это все От таблеток Как вас зовут Лидия 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 Стефановна Ну так сказать Она сказала Что это все От таблеток И что она Вам посоветовала Ничего Да И назначила Следующие таблетки Ой Горстями Ну а как же так Если все От таблеток И горстями Таблетки Снова Да Опять снова Таблетки Лидия Стефановна Скажите мне Пожалуйста Соответственно Проблемы С аритмией У вас есть Ну я не знаю Вообще-то Бывает Наверное Когда я быстро Иду Но я не задыхаюсь Ничего Я задала Вопрос Я говорю У меня Вот Нет такого Чтобы я там Лидия Стефановна Будьте добры Ответьте Отвечайте На мои вопросы Ладно Ага Значит Соответственно Если вы Вдруг Побыстрее Пойдете У вас Перебои Начинаются Тахикардия Ну да Бывает Так Давление Какое Вот Если я Сплю Утром Встаю У меня Давление Большое Высокое И было Эти 210 И выше А к вечеру Оно снижается Нет Я Встаю Утром И делаю Зарядку Так После Зарядки Милли У меня 120 на 80 Понятно Так Скажите Мне Тогда В движении Оно у меня Падает Почему-то Понятно Как Почему-то Понятно Почему Это Это Очень Даже Понятно Почему Скажите Пожалуйста Анализы Крови У меня Идеальные Понятно Нету Очень хорошо Суставы Болят Нет Суставы Не болят Ничего Нет Значит Пожалуйста Давайте Мы начнем Вот с чего Лидия Стефановна Ладно Постарайтесь Это Выполнить Хорошо Я не Не знаю Помните Вы Эту Программу Или нет Вот Есть Двухнедельная Программа У нас Извините Мы Тарелку Поставили Вот Буквально Неделю Назад Понятно Значит Лидия Стефановна Пожалуйста Если Можно Тогда Постарайтесь Зафиксировать Как-то Для себя То Что Я вам Скажу Значит Пожалуйста Гимнастику Обязательно Это для меня Любимое Занятие Очень Хорошо Это Обязательно Оставлять И Я бы На вашем месте Обязательно Делал Один Два Раза В день Еще Я Знаете Что Делаю Вот Я Люблю Как С детства С молодости Танцевать Да Класс Я Танцую Вообще А Сын У меня Ему 22 года Он Не Выносит Он Говорит Мам Я Не Могу Мне Уже Плохо Плохо Отчего Ну То Что Не Успевает За мной О Как Здорово Вот Лидия Стефана Это Безусловно Замечательное Совершенно Занятие Если бы Народ Понимал То Честно Сказать Они бы Все Данцевали С утра До Вечера Клянусь Вот И Замечательно Это Очень Хорошо Ну Вот Замечательно Значит Лидия Стефана Это Первое Значит Это Все Оставить Второе Значит Будьте Добры Где Вы Живете Ой Свергорского Замечательное Село Захаровское Значит Ну Активированный Уголь Вы Там Купить Можете Конечно У меня Медсестра Вот Я Сейчас Как Два Года Будет Как Парализована Она Ко Мне Если Я Звоню По телефону Она Мне Привозит Любые Лекарства Понятно А Вы Парализованы Да Левая Сторона И Как Живому Танцуете Как Нормально У Har��니 Вечキ Слушайте Мне Надо Мне У вас Брать Пример Они Вам У меня Понимаете Вы Да Это Потрясающе Просто Ой Лезь Стефановна Давайте Становиться на обе ноги. Ладно, чтобы левая сторона тоже не была парализована. Значит, пожалуйста, вы первый день очищения сульфата магния. Вы не знаете, что это такое. Вам медсестра привезёт две упаковочки, две упаковочки достаточно. Сульфат магния, да? Да, сульфат магния. Магнезия, соль только. Не раствор, а соль. Понятно? Дальше вы берёте вот такое количество воды, как у меня, да? В стакане. Высыпаете... Ой, воду я пью по три литра в день. Замечательно, значит, высыпаете в этот стакан. Я не люблю воду. Лиза Степанова, теперь слушайте меня, пожалуйста, ладно? А то мы с вами до утра не договоримся. Значит, вы высыпаете сюда вот такое количество воды. Столовую ложку сульфатом магния. Столовую ложку. Размешали, она горькая, противная. Ну, знаете, вот как водка тоже противная, но ведь люди пьют, поэтому вы спокойно выпиваете это количество растворённого сульфата магния. Знаете, честно скажу, насчёт водки, я... Мне 58 лет, я ни разу не пробовала. Ну, очень хорошо. И не надо, ни к чему вам это. У вас есть замечательное средство от депрессии, танцы. Депрессии, танцы. Да. Да. Значит, Лидия Стефановна, пожалуйста, раствор сульфата магния... На одну столовую ложку на стакан воды. Да. На две трети стакана воды. Вот оно. Да-да-да. Я видела, видела. Вот, значит, да. Теперь, надо его выпить натощак. Выпить натощак. Ага, натощак. И 4-5 часов ничего не есть. Ничего не есть. Я вообще натощак сейчас пью яблочный уксус. Это замечательно. Только, пожалуйста... Очень люблю его. Замечательно. Только, пожалуйста, вот вы меня сейчас послушайте, а то у нас времени мало остается. Хорошо, хорошо, я слушаю. Значит, пожалуйста, первый день сульфат магния. 5 часов ничего не есть. Через 5 часов можете поесть кашу на воде. Понятно? Киркулесовую, да? Любую. И, так сказать, на ночь обязательно стакан кефира на ночь стакан кефира с чайной ложкой меда. Это в деревне можно найти. Правда ведь? Ой, у меня вот через дом там соседка у нее корову держит. Ну вот, замечательно, значит. Понимаете, вот это один день. Дальше вы начинаете 10 дней подряд принимаете активированный уголь. Принимаете три раза в день. Три раза в день. Запомните, Лидия Стефановна. Какая доза? Значит, вам сколько вы весите? Я 105 килограмм. О, милая моя, дорогая моя, значит, вы начнете есть, как только начнете эту программу, начнете есть в день 400 грамм, не больше. Не больше. только 400 грамм. Есть можете все, что хотите, но только 400 грамм. Понимаете? Да, да, да. По 100 грамм один за еду. Завтрак 100 грамм, 100-150 грамм, обед 100-150 грамм, ужин 100-150 грамм, не больше. Значит, принимаете в это время сорбент. Сорбент вы принимаете между завтраком и обедом, между обедом и ужином, и на ночь. Так, чтобы полтора часа вас отделяло от приема пищи. Вот я поел в 10 часов утра, сорбент приниму в 11.30, через полтора часа. Да. После сорбента я буду есть свои 150 грамм только через полтора часа. Понятно? Понятно все. Очень хорошо. Значит, вот это надо сделать 10 дней подряд. Вот такое количество еды и, так сказать, вот три раза в день сорбент. Весите вы 105 килограмм, значит, вам на один прием нужно 7 таблеток активированного угля. В день? Не в день, а на один прием. За один прием? Да, в день 21 таблетку. Со стулом, как у вас дела? Ой, нормально. Замечательно. Значит, вот так здесь... Как у его рожденного ребенка. Понятно, понятно, очень хорошо. Значит, соответственно, 10 дней подряд вы принимаете по 7 таблеток 3 раза в день активированный уголь 10 дней подряд. Понятно? Хорошо, хорошо. Теперь, на 12 день, вот закончили сегодня сорбенты 10 дней, значит, на следующий день снова сульфат магния повторить. Хорошо. Понятно, да? Да, да, да. Очень хорошо. Теперь смотрите, пожалуйста, обязательно скажите вашей медсестре, чтобы она вам привезла или вы сами купите что, так сказать, по возможности обязательно рыбий жир и... А я еще принимаю льняное масло. Очень хорошо. Хорошо. Можно льняное... Я его каждый год по... Вот сейчас третью бутылку пью, третью бутылку по пол-литра. Мне сын покупает, и я ему заказываю. Очень хорошо. Три раза в день с едой принимаете льняное масло и обязательно закусываете вы его чесночком. Ага. Понятно? Понятно? Да. Очень хорошо. Значит, скажите мне, пожалуйста, у вас в доме баня, ванна, что? Нет, у меня частный дом, баня есть. Хорошо. Вот вы будете ходить в баню? Но я почему-то сейчас боюсь в ней париться, меня напугали врачи, так вот. А не надо париться, я вас не прошу париться. Ага. Значит, вы приходите в баню, немножко прогреваетесь, не в парилке, а в предбаннике. Понятно. Можно обливаться теплой водой, горячей. После этого, вот как только прогрелись немножко, да, прогрелись, но это вам тоже медсестра может привести эмульсию желтую и белую по Залманову. Как по Залманову? Да, по Залманову. Есть такой желтый раствор и белая эмульсия. Скипидарные. Бабушка мне скипидар давала в детстве на сахар. Ну вот, она молодец, бабушка была, поэтому, так сказать... Чтоб не кашливай. Во-во-во-во-во-во-во. Только вот здесь мы его, извините, на сахар не будем капать. Да? Понятно. Ну ладно. Значит, вы берете, вы берете 4 чайных ложки желтого раствора, 4 чайных ложки белого раствора. белого. Да, сливаете все в какую-нибудь посудинку, ну, вроде стакана. И заливаете очень горячей водой, градусов 70. Хорошо. Такое же количество, равное количеству вот этим эмульсиям. как следует все размешать. И как только вы в предбанничке прогрелись, вам тепло, на все тело наносить вот эту смесь на все тело, на кожу. Понятно. от головы до ног. Понятно? Да, да. И на 7 минут, на 7 минут. 7 минут. Да. И 7 минут вот надо под этим обмазыванием находиться, 7 минут, но ни в коем случае не должно быть холодно в теплом помещении. Ну, ясное дело, в бане-то. ясное дело. Да, ясное дело, парень, ясное дело. Значит, и после этого все смыть с себя. Без мыла. Будет все чисто, не переживайте. Теплой водой или горячей? Теплой, теплой. Вам горячее нельзя сейчас. Понятно. Теплой водой, понятно? Ага. Вот 10 дней, вот 12 дней у вас получается. Первый день сульфат магния, 10 дней сорбентов и снова сульфат магния. Вот эту процедурку с обмазыванием делать через два дня на третий. Угу. Понятно? Понятно? Да. Замечательно. Вот две недели все делаете и как только сделаете, будьте добры, перезвоните. А я попрошу, чтобы вас всегда соединяли. Лидия Стефановна. Хорошо, спасибо большое. Договорились? Да, да, да. Ну, очень хорошо. Договорились. Спасибо, до свидания. До свидания. Ну, ребята, если у нас, так сказать, такая артиллерия в ход пошла, то дела наши не так уж и плохи. Так вот, у нас остается пять минут времени. Я могу еще принять один звонок, если он есть. Все. Значит, соответственно, видимо, мы уже всем помогли, кому можно. Значит, я напоминаю, что в следующей передаче, через субботу, мы снова вернемся с вами к основным положениям этой программы. Я очень хочу, чтобы вы для себя все очень точно уложили. Потому что, я представляю себе, какая вообще чудовищная смесь у вас в головах. Тут тебе и обертывание, тут тебе и ванно-скепидарное, тут тебе и гипертермальные ванны, и аппликатор Кузнецова, и комплексы, и страф, и адаптогены. А вы следуете до сих пор, следуете одному принципу. Вам всем кажется, что чем больше я в себя чего-нибудь засуну, тем будет лучше. Вот чем больше мы из себя высунем, вот тогда будет лучше. Понимаете? Вот в чем закон-то. А вовсе не в том, чтобы напихать в себя как можно больше. Пожалуйста, вот Лидия Стефановна, конкретный пример. Понимаете? Столько лет горстями таблетки, и уже врач вынужден сказать, что же вы хотите, это у вас от таблеток. Понимаете? А вы все равно продолжаете в себя пихать. Только это вы называете травами, какими-то смесями, какими-то настоями, какими-нибудь еще вещами. не понимая, что, так сказать, все это действует не в пользу вам. Понимаете? Такого рода вещами можно пользоваться короткое время, с тем, чтобы помочь организму вот в этот момент справиться, а дальше он должен работать сам. Понимаете? именно поэтому давайте мы с вами все-таки определимся, что же мы с вами делаем. Понимаете? С тем, чтобы вот эту вот ситуацию, о которой я сегодня поначалу говорил, о том, что нам нужно бояться генно-модифицированного состояния самого человека в мире сегодня, он уже становится объектом ГМО. Вот чем вся проблема-то, понимаете? и от нас зависит, куда этот процесс пойдет, в положительную сторону или в отрицательную. Понимаете? Превратимся ли мы в наследников, в гнилых наследников прошлых великих поколений, либо мы возродимся как люди, как люди, которые не только в этом мире существуют, не только для того, чтобы есть, пить и размножаться, но еще что-то делать для жизни, творить эту жизнь. Я снова уже как попугай повторяю эту фразу великую, что Бог создал человека не для того, чтобы он был его рабом, а для того, чтобы продолжать эту жизнь и строить этот мир. Понимаете? А мы пришли к тому, что мы превращаемся в сторону обезьян, а не обезьяны и эволюционируют в сторону человека. Вот беда в чем. Давайте, значит, ко всем этим вещам мы с вами вернемся в следующей нашей передаче. Я еще раз хочу вам сказать. Вот пример Владимир Андреевич Исаева дает мне силы продолжать работать вот по тем проблемам, которыми мы с вами занимаемся, восстановление здоровья. потому что вы так до сих пор и не поняли. Вы поняли все так, что вот это вот способ вернуть себе здоровье, хотя бы процентов на 50, на 60, на 70. Да, это так. Утилитарность нас немножко с вами начинает поджимать. Понимаете? на самом деле то, чем мы с вами занимаемся, это совершенно другая, более серьезная проблема, более серьезная задача. Потому что мне очень хочется, чтобы не только мы с вами, уже 70-летние люди, наконец поняли, открыли свои глаза, но мне очень хочется с тем, чтобы и молодые люди, 30-40 лет, те, которым надо рожать детей, которым надо этих детей растить, из которых надо делать людей, чтобы они поняли, чтобы вот эта безусловная уже пандемия, да, так сказать, проблем со здоровьем у человека уже от рождения, вот ее прервать, а это возможно. в том числе и с помощью этой программы. И для этого вовсе не обязательно в себя чего-то совать. Ну, а теперь всего доброго. На сегодня наша встреча с вами закончена. Желаю вам здоровья. До следующей встречи через неделю. До свидания.